Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. И сначала о наших паралимпийцах. На всероссийских соревнованиях по легкой атлетике аренбуржец Кирилл Глазырин показал лучший результат сезона в спринте. В Екатеринбурге впервые проходил Кубок чемпионов по пароатлетике. Соревнования для сильнейших спортсменов страны. Их было 200 человек из 40 регионов, в том числе и нашего. Глазырин полгода назад был включен в основной состав национальной сборной. А сейчас оправдал даже самые смелые авансы. В 100-метровке 20-летний оренбуржец опередил чемпиона Мира Джатиева, двукратного паралимпийского чемпиона Сафронова, трехкратного Швецова. Блестящий результат Глазырина открыл ему дорогу на Паралимпиаду. Ведь данный кубок является квалификационным отбором в Париж. Еще Кирилл выиграл забег на 200 метров. А всего сборная области привезла 10 медалей. В прыжках в длину и беге призерами стали Неделька, Картузов, Невмарин, Кузьмин и Избасаров. Продолжая паралимпийскую тему, успешно выступают и наши теннисисты. Титулованные Гульмира и Михаил Ганобины показали класс в Санкт-Петербурге на Кубке Петра Первого для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Гульмира выиграла личные соревнования в одиночном разряде и заняла 2 третьих места в дуэтах. Под стать супруги выступил и Михаил Ганобин. У него 4 награды. Золотая в мужской паре, бронзовая в смешанной и 2 серебра в одиночном и абсолютном зачетах. Там же в Петербурге на турнире среди лиц с интеллектуальными нарушениями блеснул еще один оренбургский теннисист Виктор Мансуров. Ему не было равных в индивидуальных соревнованиях. Вдобавок он стал победителем в смешанных парах и серебряным призером мужских. 3 июня отмечался Всемирный день велосипеда. Массовая велогонка, посвященная этой дате, состоялась в 50 регионах страны. Спустя две недели после полумарафона за бег РФ Оренбург вновь стал ареной Всероссийской оздоровительной акции. В стартовом городке возле одноименного стадиона была организована развлекательная программа с массой активностей. Состоялись разминка и церемония открытия. Среди непосредственных участников – вип-персоны, в том числе наши гости из ближнего зарубежья. Мы сегодня хотим поучаствовать в велопробеге, а уже завтра поработать и выбрать направления, в которых мы будем двигаться. Где мы будем участвовать, где вы будете участвовать у нас. Поэтому у нас большая работа. То есть усилить тот меморан, который ранее был подписан, между областями. И хотим просто развивать, приглашать также наших спонсменов поучаствовать непосредственно в всех соревнованиях, которые будут проводиться в Ренбургской области. Как и в день бега, на пристадионной площадке собирались поклонники активного образа жизни. Также заряженные бодростью и положительными эмоциями только в этот раз все с велосипедами. Это сегодня не место автомобилям, а сегодня место велосипедистам. Мы рулим. Бегаем, велосипед крутим. И каждое время свободное на спорте, конечно. Мастарт в этот раз для удобства давался с двух точек – по улицам Прохоренко и Новой. Атмосфера праздники буквально витала в воздухе. Здесь не ставились рекорды. Все катили в щадящем темпе. Безопасно для себя и соседствующих велосипедистов. Дистанция всего 10 километров. Такую под силом проехать каждому. Душновато, зато без дождя. В этом плане погода не подвела. Участники ехали по улице Терешковой и возвращались к стадиону Оренбург. Довольны все. Как впечатления? Отличные. Замечательно. Великолепно. Жарко, но здорово. Организовано, прекрасно. Хорошее настроение. В Оренбурге число участников велопарада ожидалось около 1700. А в итоге цифра более 2000. Еще 2500 собрали старты во всех муниципалитетах нашей области. Борцовский ковер под открытым небом. На хуторе Степановске Оренбургского района состоялся открытый районный турнир по греко-римской борьбе в памяти мастера спорта России Андрея Ходжера. Соревнований много не бывает. Очередную возможность посостязаться предоставил юным борцам двух возрастных категорий мемориальный турнир Ходжера, организованный его одноклассниками, коллегами и земляками. Ковер для выступления уложили на территории школы хутора Степановский. Здесь же экспозиция, посвященная отцу-основателю классической борьбы в нашей области Евгению Францеву. Это люди, которые оставили после себя не только память, но они оставили продолжение своего дела. Продолжение – это в вас, ребята. Соревнования проводились в 10 весовых категориях. Помимо медалей и грамот, были учреждены призы за волю к победе и лучшую технику. Всего в Ходжеровском турнире приняли участие около сотни юных борцов из Новосергиевки, Осикеева и Саракташа. А хозяина соревнований Оренбургский район представили спортсмены ни много ни мало семи населенных пунктов, что наглядно показывает развитие и популярность борьбы. На сегодня это все. Будьте здоровы!